Уже порядком, наверное, в последнее время, что постоянно блокируют странички. Как бы мне уже несколько раз писали люди, да, хватит спамить, или уже не успела я кого-то добавить, мне в ответ пишут, это Арифлейм, я вас знаю, вы с Арифлейма, то есть опережает меня, я еще не успеваю ничего человеку предложить, мне уже опередили, так сказать. Поэтому долго искала такой вот метод. О нем практически знают, наверное, все, кто в этой комнате, потому что здесь те участники, которые состоят в горе, все мы продвинутые, крутые, и абсолютно все методы нам известны. Смотрите, о чем хочу рассказать. Метод был рекомендован администраторам ВКонтакте, то есть, когда очередную страничку мне заблокировали, мы стали переписываться с администратором, и я спросила, да, как же нам быть, что нам делать. Было рекомендовано раскручивать и делать свои предложения через группу. Как бы группа есть у всех. Я вот знаю, допустим, у Ирины Казаковой, очень такая, у моего, да, лидера, директора, очень такая завидная есть группа, 65 тысяч участников с лишним. Почему завидная? То есть это непочатый край работы в этой группе, да, где-то на 3-4 месяца можно с этой группой работать и рекрутировать с нее по 1-2 человека в день. Группы, какие могут быть, это уже каждый, наверное, знает, тематические какие-то сообщества, да, и кружки по интересам, не обязательно относящиеся к раскрутке своего бренда, не обязательно это должно быть группа мамочки в декрете, как у нас все привыкли видеть у друг друга такие, да, группы. Это может быть по бренду одежда, связанная что-то с модой, кулинария, пожалуйста, там поделки какие-то, возможно, к Новому году приобщить. Сейчас очень много запросов, просто по Ютубу смотрела эти запросы. Поделки именно в детский сад, в школу. Вы можете создать быстренько такую группу кружок, выкладывать интересные какие-то... Сейчас я расскажу чуть позже по поводу приглашать мне друзей, выкладывать какие-то такие интересные темы и развивать эту группу. Как с этой... Вот почему именно нужна эта группа? Изначально мы создаем группу, да, тематическую. Для чего мы ее создаем? Для того, чтобы создать мероприятие, и уже на этом мероприятии из этих действующих групп, вот, допустим, сейчас я управляю 13 у меня сообществ, из этих действующих групп вы уже будете приглашать участников этих групп на свое мероприятие. Мероприятие будет посвящено именно нашему предложению о бизнесе, где вы расположите свою ссылку. Ссылка на бизнес-предложение, как бы, у всех она разная, у кого-то есть странички рекрутингов, у кого-то есть сайт, кто-то просто словами объявлений, кто-то картинками, неважно, как вы это будете делать, но итог, что человек, который будет приглашен на мероприятие, он увидит ваше предложение. Если у вас группы такой нет, то есть, да, если вы не богаты такими группами, как я на данный момент, вы можете договариваться с администраторами других групп, посты, расскажу потом немного про посты, как я успеваю делать, и напрашивать у них администраторские права, и, как бы, назначать группу, в которой вы администратором будете являться, организатором вашего мероприятия. Допустим, на данный момент, вот, у меня есть группа с Наташей, это совместные покупки, здесь немного, правда, участников, 6 тысяч участников, но это примерно на неделю работы по приглашению. Потом есть личная группа, пока есть жизнь, есть надежда, то есть, раньше я была волонтером, сейчас с карьеры я немножко свою, свою хобби, деятельность отложила, да, людям я временно не помогаю, я эту группу передала в другие руки, то есть, вот, тоже сбор закрыт, это Глеб Плеско, мальчику собирали тоже деньги, да, ну, вот, в основном у меня, конечно, волонтерские группы. Почему сейчас они мне администские права не закрывают? Потому что я им обещаю раскручивать группы и приглашать туда новых людей, хотя я отошла, как бы, от волонтерского движения, но я остаюсь админом и имею право уже приглашать их в свои группы. Ну, и второй вариант, это создать себе группу, о чем мы сейчас говорили ранее. Группы создаются под значком «Мои группы», нажимаете на этот значок, вот у меня здесь какое-то окошечко выпало, я вот в такой комнате еще не была, и мне перекрывают часть моего слайда. Ладно. И нажать нужно будет на «Создать сообщество». Выпадет окошечко дополнительное создание. Все видно, да? Ну, вот у меня почему-то половина, половина все скрыто. Буду по памяти на карандаш. Да, это где карандаш? Все, спасибо, убрала. Спасибо. Здесь вот, получается, выпадет такая формочка. Эту формочку нам нужно заполнить, мы к ней не раз сорнемся. Сначала вы создаете группу. Для начала я рекомендую создавать именно группу, не публичную страницу. Почему группу? В группу мы можем приглашать своих друзей, а на публичную страницу подписчики подписываются сами. То есть мы не можем приглашать друзей. Пока группа не раскручена, пока у нас не подписываются подписчики сами, пока у нас нет таких мега-постов, которые затягивают группу, желательно раскручивать ее своими средствами. Потом со временем можете перевести в публичную страницу. И создать мероприятие тоже также через «Мои группы», «Создать сообщество». Также будете нажимать галочку на мероприятие, и там же будете указывать, вам выпадет список групп ваших, указывать организаторы. Также организатором можете являться только вы. То есть мероприятие можно и без группы действующей создать. Допустим, у вас нет никаких групп, мероприятие создали, договорились стать админом какой-либо группы за обещание того, что вы будете приглашать друзей своих на его страничку. И, пожалуйста, будете раскручивать. Теперь смотрите, как я приглашаю. Приглашаю, естественно, как бы своих только друзей, потому что пока нет такой функции вообще во всем контакте пригласить не друзей. И у меня есть вот такой вот помощник «ВКБОТ». Он, наверное, у нас практически у всех в экспресс-карьере. В любом случае у 50% коллег он имеется. Там есть такая чудная штучка, называется «Инвайтинг». То есть загружаете его, заходите под логином и паролем своей странички ВКонтакте. Страничек, дай Боже, как бы у нас их много, да, и мы имеем каждый день возможность приглашать свою группу, чтобы ее раскрутить, друзей. Нажимаем кнопку «40 друзей в группу» и запускаем ВКБОТ. Единственное, как бы, вот предупреждение, на чем обожглась я, не только я, а многие наши коллеги, которые работали с данной функцией, не приглашать сразу со всех страниц друзей в одну группу. Почему? Потому что засвечивается IP, что идет активная работа с одного IP-адреса и одновременно блокирует все группы, все страницы. С четырех страниц можно в сутки в одну группу. В сутки, да, в разрыве. Я тоже так пробовала, даже пробовала с шести страниц в сутки, но в разрыве. То есть сначала с одной, потом со второй. В чем была моя первая ошибка? Это когда я загрузила ВКБОТ, включила все свои, и тогда на тот момент у меня было 13 страниц одновременно, и одновременно они у меня были заблокированы. То есть со страничками своими я, естественно, попрощалась. Если приглашаете, то в сутки не злорадствуйте, пусть даже рекомендуют. С четырех в одну, с четырех в другую. Ну, я вот так уже не рискую. Возможно, повезло, я больше так не делаю. Я делаю, допустим, приглашает он очень быстро, пять-шесть минут, и в четырех страничек, и в трех, вот даже в последнее время, с трех-двух больше не рискую, как-то сильно злорадствуют модераторы. Я сначала включаю его пять на одну, с одной пригласила, пять минут с другой пригласила. Вот так поочередно, но не вместе. В принципе, это можно пробовать методом пика, методом вот здесь вот, да, именно сорок человек. Он приглашает именно сорок человек, но есть у него функция пятьдесят человек-друзья. Когда вы зовете друзей на свою страничку, здесь есть ограничения. Здесь можно вот именно поставить двадцать человек, тридцать человек, именно уже на свой личный аккаунт, но не в группу. В группу ограничений нет. Он вот как задаст сорок, так в сорок пригласит. То есть это вот такой самый быстрый, бесплатный способ накрутки подписчиков в вашу группу. И чем он хорош, то, что у вас подписчики будут приглашаться уже проверенные, нелевые, какие-то нереальные, несуществующие люди те же годы, а уже ваши друзья, которых вы до этого отобрали для предложений вашего. Ну и как я как бы приглашаю, на какой группе я попробовала этот метод, это я попробовала на группе мой бренд, то есть у меня создана группа стартап-команда бизнес-вумен, и где я выкладываю свои справочки, справочки своих коллег, какие-то заметки, все, что в жизни мне понравилось, как бы, ну вот такая просто небольшой блок о себе. Именно отсюда у меня гораздо больше человек добавилось на мое мероприятие, чем, допустим, совместных покупок, благотворительных групп, группа бренд почему-то дала больше положительных эмоций. Если нечего, как бы, писать про себя, я рекомендую сразу своим, как бы, коллегам, которые ко мне только что присоединились, создавать эту группу изначально. Она мне хорошо помогает работать с возражениями, помогает хорошо, как бы, развернуть информацию для человека с помощью вот такой вот небольшой бизнес-странички. Она у меня называется «Страница бизнес-предложения». Я ее чуть позже расскажу, что это такое. Я ее прикрепляю к каждому посту. Вот, допустим, пост я сейчас разделила на две части, чтобы именно показать, что вот в конце, да, в конце моего поста у меня прицеплена вот такая вот ссылочка. И такие вот старые замысловатые картинки прицеплять, которые хотелось бы щелкнуть, открыть, посмотреть побольше, да, вот эти картинки, развернуть. То есть человек, когда нажимает на картинку, на самом деле картинка не открывается, открывается мое бизнес-предложение. И подробно, что такое бизнес-предложение. Почему я начала с него, это будет уже как бы ясно в конце, почему я именно рекомендую эту страничку сделать. Как сделать картинку? картинку любую с интернета прикрепляю к посту и туда же ставлю в пост мою ссылку. Впоследствии, когда сохраню пост, при нажатии на картинку открывается вот такое вот мое бизнес-предложение. его я даю кандидатам либо сразу прямой ссылкой, либо репостирую именно со своей группы бренд. Как бы, если у меня человек заинтересовался, захотел как бы узнать подробности о работе, я делаю репост с какого-то соответствующего поста, допустим, пост о зарплате, да, и внизу подписываю человеку, чтобы посмотреть мое предложение, нажмите на кнопку просмотреть. То есть человек, во-первых, впоследствии потом может перейти на мою группу брендовскую, где, естественно, куча-куча справок и наших достижений, да, как у нас хорошо и замечательно, и что мы не просят принять еще новых коллег в себе в команду. Человек, это Вики-страница, да, Вики-страница, чуть попозже расскажу, именно она находится у меня в моей группе. Когда ее открывать чужой человек, вот сейчас на данный момент я скрин делала со своей страницы, когда ее открывать чужой совершенно человек, наверху вот будет под названием группы много-много иконок, то есть подписчиков, кто подписался, и кнопочка будет подписаться. То есть многие люди вот в группу, да, у меня каждый день группа добавляется, я в эту группу давно уже никого не приглашаю, но в день 10-20 человек плюсом у меня в группу приходят, как бы именно вот с этой странички, нажимают просто на подписаться. Что вот в навеке странички еще примечательно есть? Во-первых, не спамят и не блокируют ссылку администраторы ВКонтакте, потому что это родная их страничка, да, это именно страничка ВКонтакте, здесь можно включить кнопку на регистрацию с рекформой, можно включить видео, вот что я сделала у меня есть видео, можно фотки включать, различные ссылки добавлять и сразу же можно включить дожим. Плюс дожимом автоматически будет работать сама группа, то есть когда человек приходит и он видит посты. Ну, вот что я включила, да, в этот документ свою страничку, вот такие вот ссылки, вот допустим процедура оформления дохода, очень много люди спрашивают и объемно это не распишешь и не объяснишь, есть такая вот ссылочка, где человек заходит и может ознакомиться с процедурой оформления дохода, что мы открываем ИП, да, как мы получаем 17 зарплат и так далее, там у меня также справки для свидетельства об регистрации ИП, потом видео, да, как деньги с банкомата снимают, то есть человек это все может реально посмотреть, чтобы у него не было никаких сомнений. Также на этой рекрутинговой странице есть видео о внесении нашей профессии в госреестр, да, как Дмитрий Медведев рассказывает, кстати, вот этот вот пост у меня очень хорошо работает на дожимах, то есть я его расположила постом таким небольшим на своей группе брендовой, и когда мне люди говорят, я не верю, это лохотрон, это не для меня, я делаю репост с Дмитрием Медведевым, человеку, кандидату, который интересовался работой, но потом вдруг решил, что это лохотрон, и пишу, что мы официально внесены в госреестр 2013 года, и послушайте, что говорит Дмитрий Медведев, там, неужели вы думаете, что он лох, да, очень хорошо срабатывает, человек действительно понимает, что он ошибался. Потом, что можно туда включить, можно включить фотографии в наши справочки, да, две, три, можете одну, у меня вот одна на данный момент наш коллеги, да, Екатерина Помысовой, думаю, что скоро я включу свою суда, и внизу у меня идет кнопка на рекформу, то есть заполнить анкету. Потом, что в этом предложении есть, дожим, то есть сомневаясь, ответьте для себя на несколько вопросов и сделайте правильный выбор. Пара вопросов, да, наводящих для кандидата, что, если он откажется, что он потеряет, и почему здесь будет хорошо. так, ну и контактных данных, естественно, это находится не в группе, это находится на Вики-страничке, создании Вики-страниц, я сейчас вам ссылочку скину, как эту страничку создать, почему мне нравится работать именно этой страничкой, потому что можно, вот ссылку сейчас я вам скинула на страничку, как ее создать, как создать, и сейчас ссылочку кину именно этой страничке. Почему выбрала эту страничку? Здесь не так много информации, как на сайте, то есть на сайте человеку приходится бродить, как бы на сайте нет дожима, на сайте очень объемный поток такой информации, кандидаты иногда могут путаться, у меня это все выложено на одной маленькой страничке, и плюс я в личку никогда не объясняю, не говорю, сейчас я скину вам ссылочку, вот, ссылочка на мою страничку, я никогда не объясняю, не рассусоливаю, собеседование не провожу, я работаю только потом уже с возражениями с кандидатом, то есть я им высылаю ссылочку на эту страничку, либо репостом с моей группы высылаю, где он, как бы, ну, репосты работают действеннее, чем просто голая ссылка на страницу, как бы репосты, они красивы, так как открытками приходят в личку, ну, и затягивают хорошо, и вот смотрите, 26 октября я создала данную страничку, 353 просмотры было, если взять статистику моей работы, я делаю 500 приглашений из 10 страниц, еще 10 страниц у меня отдыхают, у меня их всего 20, я не работаю сразу в один день со всех страниц, 10 работают, 10 отдыхают, на следующий день меняются, если взять статистику, то 6 человек просматривают в день данную страничку, и 1-2 человека регистрируются, как бы доказано, что именно такая страничка работает, она емкая, вся информация предоставлена сразу с дожимым с обоснованием, что мы в госреестре, плюс и справочка есть имеется, и всему подобное, для чего эту страничку я создавала, как бы изначально была цель работать, не работать объемными, большими текстами, и чтобы не блокировали ссылку на регистрационную форму, потом вот только пришла такая идея создать мероприятие, создали, то есть, я вам уже показывала изначально, как создавать группу, там была кнопочка мероприятия, то есть, создаем мероприятие, назначаем организаторам либо себя, либо группу, ну, наша цель организаторам сделать группу, размещаем, рисуем, как бы красиво аватарку и размещаем свое объявление, мероприятия могут быть разные, и вот сейчас у меня плана сделать мероприятие, когда у нас начнется новый поток школы красоты, как бы план такой, приглашать именно на бесплатную школу красоты человека, кандидата, именно с помощью этого мероприятия, потому что в каждом, ну, возможно, в каждом городе, да, есть такая школа красоты, вот она у нас очень дорого стоит, по-моему, 3 тысячи 2 недели, халяву в России у нас любят, да, но у меня будет предложение связано с тем, чтобы, что если человек хочет пройти школу красоты бесплатно, то это он должен быть обязательно зарегистрирован, пока я это, как бы, ну, вот с этим мероприятием свяжу просто как потребителя для увеличения персональных баллов, потом я уже человека могу обрабатывать и с тем, чтобы он также стал нашим полноценным коллегой, стал с нами работать, развивать свою группу, то есть, вот это вот мероприятие у меня было создано именно на как создать свой бизнес с нуля, открытие своего интернет-магазина и был, есть такой небольшой текст, профессиональная стартап-команда нашей компании окажет полный пакет услуг по открытию нового интернет-магазина в рамках франчайзинга и, а именно, да, не перечисляю, какие плюсы я готова предложить, есть отдельное преимущество сотрудничества отсутствия вступительной платы, да, потому что обычно франчайзинг это оплачиваются большие износы, рояльти, я вот это вот выделяю, что у нас отсутствует плата, ну и начинаю соответственно приглашать, так, видно сейчас слайды, начинают приглашать, под кнопку управления сообществом есть, либо, когда вы создаете изначально, выпадает вот такой вот слайдик, информация будет на нем написана, здесь вы отредактируете, вы обьете название вашего мероприятия, адрес страницы, можете красивый адрес создать, тематику сообщества можете выбирать, можете не выбирать, и вот здесь в поле организатор вы можете выбрать либо себя, либо группу, в которой вы являетесь администратором, из которой группы вы будете приглашать людей, время, начало группы я обычно связываю с нашим вебинаром стиля жизни, запись я делаю, или запись стилем жизни, чтобы человек как бы все-таки попал на вебинар и более развернув и получил информацию о нашем бизнесе. Потом, какой плюс есть, когда вы назначаете дату, не забываем вот эту дату обновлять ежедневно на вашем мероприятии, потому что когда человек заходит в свой аккаунт, справа он в ленте видит напоминание ближайшее мероприятие, у него оно будет ежедневно, каждый день маячить, то есть даже если люди не присоединились к вам, не зарегистрировались, не пошли навстречу, не стали вашим партнером, то ежедневно он будет видеть вот эту напоминалку и когда-нибудь он все равно возможно захочет рассмотреть ваше предложение, вот этот плюс мне очень нравится с напоминанием, это такой своеобразный дожив, но аватарки как бы рисую я тоже примерно ну как сказать не совсем такие открытые просто вот связанные с мероприятием откроется интернет-магазин и почему-то здесь у меня съехало здесь более развернутый текст и небольшой такой текст почему именно ему выгодно открывать магазин с нами, да я пишу что он получит готовый сайт узнает основу продвижения магазина бесплатное обучение от лучших коуч-тренеров и после курса ты сможешь открыть еще десяток онлайн-магазинов со своими управляющими то есть я уже издалека намекаю что уму придется работать с большой группой с большой командой и у него будет своя структура подай заявку на обучение и получи приятный бонус ну приятный бонус я как бы здесь уже так утрирую приятный бонус я называю если человек просто хотя бы зарегистрируется на продукт он получит 20% скидки и получит свой личный интернет-магазин даже если он не собирается работать не развивать его для него это будет приятным бонусом получить свой личный интернет-магазин вот вот аватар нарисовала Гузель Гарипова наш мега крутой партнер продвинутый очень аватар конечно понравилось мне у нее она бизнес подключ полный комплект для работы с неограниченной лицензией такого вам никто не предлагал приглашаем принять участие в масштабном проекте 21 века и тоже немножко раскрывает что она готова предложить что готовы идеи бесплатное обучение готовы инструменты работы чтобы человек не боялся к нам идти потом что нужно будет сделать с этим мероприятием мероприятие нужно будет заполнить постами я создаю такие посты как бы пост знакомства небольшой такой постик здравствуйте уважаемый читатель меня зовут Дина Смогилова я успешный интернет предприниматель на данный момент расширяю свою деятельность и ищу серьезных партнеров бизнес в начальном этапе я предлагаю стать вам информационным менеджером зарабатывать с помощью вашего собственного интернет магазина и дальше я уже свой текст не помню помню что я здесь рассказываю что деятельность наша легализована не лохостром не пирамиды и прикрепляю ролик Дмитрия Медведева потом какой еще у меня здесь есть пост и обязательно один пост я закрепляю в мероприятии чтобы оно было всегда наверху чтобы она не уходила вниз в ленту здесь я немножко уже вам рассказала о части текста ну текста придумывайте сами у всех свои идеи свои как бы говорится наработки может кто-то что-то круче придумывает будем делиться командой с командой и обязательно вот свою ссылку на бизнес предложение то о чем я говорила ранее как эту викистраничку создать и прицепить то есть человек когда нажимает вот на этот на ролик на ролик да попозже найдут ссылку нажимает на картинку он открывает на самом деле эту мою страничку то есть вот этот пост именно с ссылкой с одной ссылкой обязательно должен быть закреплен потом у меня есть пост с приглашением на вебинар стиль жизни деловой бизнес если хочешь успеть в бизнесе приходи на вебинар для знакомства с проектом и получи опыт успешных интернет предпринимателей вебинар каждый день в 14.00 по Москве единственное что вот минус в том что я могу установить дату своего мероприятия по своему региону то есть когда я ставлю время 14.00 именно 14.00 это будет по региону где я создала группу у меня башкортостан соответственно это будет по башкортостану вот в этом как бы небольшой минус съезжает потом есть у меня пост здесь на рассылку для кандидатов то есть я собираю подписчиков рассылка открытая на смарт-риспондере и вот такая вот ссылочка на подписку то есть что я пишу работа на дому в интернете без вложений это уникальная возможность для каждого жителя СНГ повысить финансовые обеспеченность построить семейный бизнес онлайн найти работу в детстве или подработку для студентов здесь каждый найдет свою нишу и доход в интернете соответствующий вашему уровню амбиций то есть ну дальше текст как бы продолжается и пишу узнай как вести свой бизнес в интернете подпишись на рассылку я из города Белорецк это Башкортостан уровень старший менеджер открыла я этот уровень буквально за 4 месяца с февраля месяц этого года я начала активно работать но не делала 150 баллов не понимала смысла совсем не учила команду делать 150 баллов и с июля месяца мы начали переходить на выполнение минимального плана каждого участника нашей команде минимальный план 150 баллов сейчас у нас средний балл 110 баллов в группе заказов сейчас у нас склевая и за 4 месяца как бы вот я с самого февраля до июля на 6% сидела за 4 месяца открыла получается в октябре 22% уровень старшего менеджера а потом ведем новостную группу новостную ленту обязательно в своем созданном мероприятии но не перегружаем чтобы у вас важные посты а именно эта ловушка на подписку то есть подписка на рассылку наша ловушка не уходила потом что вы можете сделать также можете рекрутировать людей с этой подписки да какими-то акциями то есть очень много людей на акции приходят вам нужно собрать подписчиков потом чтобы важный пост у вас не ушел что деятельность либеризована Дмитрий Медведев и поэтому вот эти посты не перегружаем потом чтобы человек вот именно с этого мероприятия пришел в мою группу бренд я делаю не отдельные посты а делаю репосты здесь вот я поделилась зарплатой да справочка нашего лидера Каратаева Юлии и как бы именно сделала репост чтобы человек заинтересовался ну-ка дай-ка я зайду вот в эту группу а может там что еще интересного там действительно очень-очень много справок мне важно чтобы он пришел именно в мою группу ну и форму на рассылку я уже также включаю в рекрутинговый сайт который получила Танна Черна тоже с ним активно работаю очень мне нравится поэтому подписчиков еще можно собирать там это так информация к слову как приглашать мероприятие приглашать можно вручную но я так не делаю вот последнюю неделю как бы у меня почему-то не получалось выделить сколько времени поработать вручную я работала больше с командой создавала делала свой сайт делала подписку для кандидатов рассылку для кандидатов и мне помог в этом опять же робот для робота нужно его открыть закрыть зайти в сообщество то есть кнопочка сообщества и нажать кнопку сменить сообщество туда вставить ссылочку на ваше созданное мероприятие ссылочка вот появится в синем окошечке последние цифры вот сверяется сайди вашего мероприятия если они совпадают вы поставили ее верно потом нажимаем на кнопку инвайтинг и нажимаем на кнопку пригласить из группы навстречу после этого у вас начнутся то есть вот ссылка вашего мероприятия наверху будет вставлять вот такое окошечко окошечко вот такое вот выйдет там где написано смещение смещение не нужно будет нажимать ничего писать то есть если вы точно помните сколько вы пригласили вчера людей а после вчера вы пригласили 100 человек вы не хотите этих людей пригласить сегодня повторно сюда просто ставите слой он начнет со 101 человека из этой группы приглашать копча здесь есть копчу я закупаю на ру копче 50 рублей стоит хватает на 4 месяца вообще копейки отходятся то есть где-то 10 рублей у меня уходит рубль то есть рубль уходит на 100 копчей то есть вот 1 рубль на 100 копчей вчера специально проверяем получается 1 копейка 1 копча стоит то есть по поводу смещения вообще не советую сюда какие-то цифры забивать вставить потому что люди в группу могут добавляться и вы этого человека пропустите он возможно будущий ваш бриллиантик сама программа она все равно повторно не разошлет приглашение в группу предложения антикопчу набирается в букле антикопча ру копча можно вот так набирать и выпадет в принципе все сайты написаны вот расписаны в этом бокободе сразу получается нажимаете антикопчу и там 5-6 сайтов будут как-то эти заходите на любой из них и выкупаете ну я вот сначала выкупала на другом не на нашем сайте теперь на рокопчу перешла мне удобно оплачивать там рублями не нужен кошелек вебмани в карте сразу то есть дальше да продолжим смещение не ставим все равно программа повторно не пригласит людей она их отправит просто в лог то есть лог это то что она уже приглашала этого человека человеку вышло приглашение на ваше мероприятие человек сразу заходит на страничку и сразу его ждет вот такой закрепленный пост как создать бизнес с нуля и бизнес предложение кнопка просмотреть все он нажимает эту кнопку просмотреть либо он делает вывод регистрируется либо нет если он не зарегистрировал он стал участником вашего мероприятия завтра он получит напоминание потому что вы поменяете дату подтверждайте действия вас запросит вот так вот инвайтинг из такой то группы то есть я инвайт делаю из группы бизнес луман нажимаем кнопку да и все начинается у вас приглашение то есть план работы такой сначала создаем группу приглашаем со всех своих со всех своих страниц но не сразу в один день друзей и уже этих друзей вы приглашаете людей на мероприятие это все как бы такая пассивная работа все делает робот у кого уже группа готова и вам просто осталось включить робот создать мероприятие и вот он пошпалит вам всех приглашать и вот небольшую статистику хочу показать по работе чтобы мои слова не были голословными смотрите создаю я это все 11 получается декабря создаю группу мероприятия вот 9 числа у меня здесь было 0 участников то есть вообще никого не было никто в эту группу не заходил группа спала да запустила я в кабот сразу вот 176 участников и кстати вот эти 176 участников они в основном пришли с группы бренда я сначала попробовала дней пригласила около 100 150 что ли человек ну 100 с чем-то потом перешла на группу совместные покупки там я уже около 500 человек пригласила то есть 176 человек зашли посмотрели да мое предложение 70 из них еще раз вернулись посмотрели то есть уникальные посетители и потом вот смотрите группа на второй день я продолжила свою работу но включила его ненадолго потому что я работала я еще пока работаю на основной работе не ухожу совсем в интернет и не всегда имею возможность включать в кабот ну как бы у нас шеф начальство я его загрузила ненадолго пригласила около 300 400 человек и вот у меня было опять 112 просмотров 55 человек вернулись еще раз посмотрели мое предложение и потом вот получается 3 дня я не работала я 3 дня не работала но группа продолжает работать приглашения были все-таки разосланы кто-то через 2 кто-то через 3 дня зашел и смотрите то есть 57 человек посмотрели 25 вернулись еще раз потом и вот вчера 17 декабря я загрузила свой робот показать чтобы как он работает работает он вот такой вот окошечко информатор будет здесь смотрите вот 4352 человека у меня в группе запросов он сделал 1824 запроса 150 приглашений сделал на мероприятие 31 копча была в логе 1239 ссылка на лакобок есть после вебинара сейчас все открою да 1239 что такое лог это то что уже этим людям он рассылал приглашение повторно он уже не будет им рассылать поэтому эти люди уже в логе то есть я уже работала с этими людьми ну и приватность это у кого закрытые странички кто не дает приглашать не разрешает приглашать себя на мероприятие лимитов нет на приглашение как бы вообще сама программа у нее 5000 приглашений когда я переписывала с администратором по своей заблоченной страничке как бы мне ответили хоть 10 тысяч человек в день приглашайте лимитов нет потом что еще нет я имею возможность работать только с одной своей странички то есть все вот эти вот дни грубо говоря неделю с 9 по 17 декабря я не рекрутировала с других своих еще 19 страниц работала только роботом работала только роботом и получается разослала наверное приглашений за неделю за неделю со всех своих групп около не немного я скажу наверное где-то около двух с половиной вот так около трех тысяч всего лишь это бот обычный он не расширенный самый обыкновенный как бы расширенный не нужен мне просто 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 закабот и вот здесь еще хочу обратить внимание на время работы время работы было 4 часа 4 часа почему так долго 4 часа 150 человек всего лишь пригласил я пробовала на тот момент все-таки боялась что все-таки администрация вконтакте вроде как комендуют способ но вдруг меня заблокируют если я начну очень часто кликать и приглашать и расслать свои приглашения на мероприятие поэтому я поставила в настройках очень большой интервал между приглашениями грубо говоря человек кто-то меня приглашал значит я считаю на калькуляторе 150 разделить на 4 разделить на 60 ну один человек в две минуты чтобы как-то более-менее адаптировать с этого робота подручную работу в одну вики страничку можно прикрепить к разным страничкам где только к одной я вопрос не совсем поняла вики страница это сама по себе живущая страница ее можете вы прикреплять к разным постам в разные группы включать можете создавать их несколько одинаковых но с разными групп смотря какая у вас цель какую группу вы хотите привести людей подписчиков собрать я собираю подписчиков свою группу бренд где раскручиваю свой бренд именно с этой группы я создала страницу а лимитов по приглашению в группу какие лимитов по приглашению в группу нет вот сама администрация говорит что нет а в самом вот в роботе задание что 5 тысяч людей можно за раз пригласить 5 но это тоже много я даже тысячу вот я смотрю уже тысячу людей пригласил 1183 в первый день я пригласила вспомнила и все как бы я отключила думаю ну хватит как бы пусть будет адаптирована по брючную работу потому что нереально что человек весь день сидит еще по одной той же кнопке приглашают в группу я остановила как бы я прислала у себя что это достаточно 5 тысяч это на встречу на мероприятие группу да 40 человек с одной странички но вы же можете приглашать еще с двух с трех страничек своих рекрутингов группу группу также неограниченное количество когда я работала волонтерском движении когда у меня была своя у меня как бы свое личное волонтерское движение создано да пока есть жизнь есть надежда называют просто я сейчас не управляю там где я передала другим людям а мы как деньги собирали своим подопечным мы у нас была рассылка нас было 10 человек 10 человек мы тогда еще не знали что можно было создать второй аккаунт контакте мы приглашали со своих личных страничек людей в данную группу либо ссылками либо через кнопку пригласить друзей потом нас добавилось 15-20 человек потом появились еще свободные руки волонтеры и в группу ежедневно мы приглашали около так где-то 10 человек у нас работало сначала сначала 400 человек потом 15 но свыше тысячи полутора тысяч мы в группу приглашали ежедневно для раскрутки вот именно групп волонтерских никогда не блокировали как бы нас ну и разные IP видены были вот этого не пробовала если странички на разных IP даже даже не знаю сама работала через браузер тор который меняет IP постоянно но смотрите в чем фишка VKBot он загружается не с IP а с вашего компьютера то есть с каким бы вы браузером не работали вы вот работаете на своих страничках рекрутинговых первая вторая третья страничка вы заходите допустим через браузер тор меняете там личность есть такая кнопка и меняется получается IP но VKBot загружается с вашего компьютера и загружается с вашего родного адреса то есть он всегда будет загружаться с вашего IP страничка в grandma VKBot не отража свое это даже вы можете проследить нажать в контакте есть кнопка безопасность на эту кнопку нажимаете и там история посещения именно с какого браузера. Если вы... Браузер Тор. Есть Тор. Там есть луковая маршрутизация. Он скрывает IP, получается, изменяет IP разных стран IP автоматически у нас. У меня, вот, девчонки, как бы половина моей команды работает с браузером Тор. Да им нравится. Я с ним начинала работать. Тоже где-то есть ссылочка. Надо все покопать, поискать. ZenMate тоже пробовала. Но сейчас я просто загрузила Maxon и работаю спокойненько себе через Maxon. Также очень редко блокировала. Можно несколько страниц открыть подряд. И как-то забросила все эти Торы ZenMate. И почему забросила? Потому что я работаю в основном с VK-ботом. А VK-бот, независимо от того, скрыто IP, не скрыто, поменяли вы или нет, он будет работать только с вашего родного IP. Поэтому смысл менять IP вообще никакого смысла нет. У меня работают одновременно обычно три странички с VK-ботом. И вот три странички у меня работают с моим родным IP. Вроде как можно и поменять IP, зайти с браузера, там, со странички попереписываться, сообщение покидать с измененным IP. Но подгружаете VK-бот, начинаете приглашать друзей, IP ваш родной високисица. То есть в истории это можете сами все проверить. Нажимаете кнопку безопасность и история вашей активности. Там будет прям список, с каких браузеров вы заходили. Например, браузер измененный IP Германии, второй браузер, сразу если VK-бот включился в работу, хоп, с ваш родной адрес. Потом опять измененный Англия, потом хоп, с опять ваш адрес. Поэтому смысла менять IP и заморачиваться вообще нет. А если с двух компов все равно IP у вас будет один. Если, конечно, к каждому компу не подключена флешка, там, мегафон, вот такой там, там IP само меняется, разный идет. У меня просто модем с нашего городкового вашей формы связи, у меня IP хоть с разных компьютеров, как все равно IP у меня один. И, да, вот сейчас тоже меня опередили. Часто смена IP вызовет подождение. У меня... Нет, у меня, когда модем выключаешь и включаешь, IP не меняется. Я не совсем в этом сильна. Есть он какой-то динамический, есть какой-то статистический, то есть у меня он не будет меняться. Хоть сколько я выключу, хоть сколько я его включу. Он будет один и тот же, и я же говорю, вот так же вы можете свой IP узнать, просто сейчас зайти каждый в контакте в страничку и по безопасности, по истории посещения посмотреть, какой ваш родной IP. По поводу частой смены вызовет подозрения. У меня уже такое было, когда я работала в Стором, я меняла, меняла, меняла IP на одной и той же страничке, и у меня ее заблокировали именно с таким комментарием, что вызвало недоверие место посещения данной странички, что я зашла с необычного места, не со своей России, грубо говоря, ну что-то типа такого было написано. И страничку у меня заблокировали, заблокировали, заблокировали сразу, навсегда. Теперь у меня двух страничек нет. Где менять на настройках премии интервал? То есть обычно, когда я приглашаю, обычно я приглашаю, где интервал ставлю 7000, если я, я, кстати, через Вакапот и рассылаю сообщения, первые свои сообщения, у меня их 9 или 10, нет, 11 даже штук шаблонов, они идут с тегами. То есть каждое сообщение, оно уникальное. Что такое теги? Это слова-синонимы, включенные в скобочки, и, допустим, слова-синонимы «Привет, здравствуйте, доброго времени, не суток», онлайн-проект, интернет-проект, вот они просто заключены в скобочки, но когда я это сообщение отправлю своим, допустим, 15 кандидатам, они его получат одно и то же по смыслу сообщений, но с разными синонимами. Один человек получит «Привет», другой получит «Здравствуйте», третий там «Доброго времени суток». И получается, как бы я неудобно восстанавливать вот этот вот интервал 7 тысяч, чтобы как бы, ну, тоже адаптировал подручную работу. Но вот именно вот с такой вот приглашением на мероприятие, с таким методом, я выставила впервые сначала 25 тысяч циклов, поэтому у меня 150 человек, аж целых 4 часа приглашал. Потом я попробовала 15 тысяч на второй день. И вот вчера я уже попробовала тоже выставить 7 тысяч, чтобы намного быстрее стала приглашать, чтобы как-то быстрее свернула эту работу, да, не растягивала там на полдня. Ну и как бы с радостью могу сказать, что страничку не заблокировали, что я ее проверила целые сутки как бы крутила. Кто-то не нажмет на сам несколько раз на наш приглашение, кто-то не работает. И вот такая вот небольшая статистика тоже по данной работе. Вот сначала у меня было 274 просмотра, что плохо, я не сразу сделала скрин вот этих вот просмотров, да, здесь на самом деле было гораздо меньше, чем 274. Я включила, сделала скрин на второй день после проверки данного метода. То есть первый день у меня здесь не отображен. Возможно, здесь было 250, либо 200, там 30, может и 260 просмотров. То есть это со второго дня скрин. И вот скрин на 17 декабря уже 355 просмотров. Грубо говоря, за, так, раз, два, три, четыре, пять, пять, семь, за семь дней, да, за семь дней за неделю было 81 просмотр, и приглашение в среднем у меня получилось по 500 приглашений. То есть первый день тысячу с чем-то, второй день у меня было тоже тысячу с чем-то, и потом вот два-три дня я его не загружала, были, как на свои определенные причины. И вот вчера я его загрузила по 150, 180, позавчера и вчера 150, 180 человек пригласила. В среднем, грубо говоря, если на всю неделю раскинуть, это 500 приглашений в день, за неделю 81 просмотр, и пять регистраций пришло. Вот 11, 12, две регистрации, 14, 16, и вот еще у меня одной регистрации нету, скрин уже сделала, регистрация после пришла. Это получается уже не пять, а шесть регистраций. Но, грубо говоря, как бы одна регистрация в день идет, вот именно с такого метода. Без спама, без блокировок. Вот, в общем, у меня все. Метод очень хорош тем, у кого есть свои группы. Группы достаточно раскрученные. Сейчас напишу. А группы у нас у всех есть, кто до роста менеджера. Я уже полайкала многих, отличные группы со большим, огромным количеством людей. Я все, все ВК-ботом делаю. Я никогда не работаю вручную, но по поводу ВК-бота, в принципе, вот сейчас я могу включить презентацию, если видео, как сказать, ну, подскажите мне. В общем, экран, демонстрация экрана, вот. У меня группы вообще не раскрученные, у меня там тысячи человек, вот в одной группе, тысячи человек. Переглашать на мероприятие можно не только из своих групп, а из чужих, если вы договорились. То есть, если вы договорились стать админом чьей-то группы на время, пообещали, допустим, там, ну, заплатили денежку какую-то маленькую, либо через... Нет, не раскручивала такое это слово, я даже не могу говорить, не могу, вторгентинг. Сообщение с синонимами, сейчас вышли я один пример. Сейчас, минуточку. Нет, рекламу я не пробовала, я туда сначала приглашала как бы своих друзей, сейчас я никого не приглашаю, а не как-то сами добавляют. Сейчас я покажу, как выглядит, я вам скину личку, как выглядит сообщение с синонимом, которое раскидывает сообщение по новым кандидатам. В принципе, если есть желание, я вам сейчас могу показать демонстрацию экрана, как я работаю с роботом. То есть, что там нужно сделать, если это нужно, как бы у меня времени много, у меня детки у мамы, муж в гараже. Так, тогда сейчас я загружу свой диск. Единственное, прошу прощения заранее, ссылочку на локобок можно, что у меня немножко ноутбук подтормаживает, у компьютера нет камеры и нет микрофона, и мне пришлось перейти вот сюда, вот на ноутбук. Он такой слабоватенький. Сейчас ссылочку на. Цепить будет. Вот ссылочка, там находится рабочий вакобот. Сейчас покажу тогда тонкости с ним работы, я тогда отключаю здесь их. Чтобы демонстрацию экрана сделать, вот я не знаю, у нас-то была другая вебинарная комната, смогу я здесь или нет. Напишите мне, пожалуйста. Давайте попробуем. Может быть, могу. Спасибо. vaccine- hurts for будет. Вот, а теперь скажите мне, видно экран или не видно? И в чат. И слышно меня, да? Вот, теперь видно, по-моему, да, загрузилось. Ну, ладно, на всякий случай запишется тогда запись. Смотрите, шаблоны выглядят вот таким вот макаром. В скобочках вот юзернейм, это придет имя, именно того человека будет написано, которому вы шлете это сообщение. В скобочках заключены синонимы. Вот так вот можно делать, заключать в скобочках английские руки и буквы, чтобы пришло разное слово. Ну и целая, как бы такая вот, кажется, изначально портянка. Здесь на самом деле это короткое сообщение, просто слова-синонимы. Каждому кандидату придет свой соответствующий один синоним. Все остальные исключатся. Сообщение вот высылаю в чат. Это примерное сообщение. Так, ну, белый экран, да. Вот я вижу, что отображается экран. Кого видно, у кого не видно. Я сейчас просто перешла, я сейчас ничего не показываю, поэтому белый. Смотрите, как буду загружать вакобот, то есть работая со странички. Вакобот выглядит вот таким вот образом, вот такая вот иконка. Я сейчас буду просто говорить, вашего чата я не вижу. Если кто-то не видит, тогда в записи посмотрите, что там будет записано. Все равно сейчас запись идет. В тонкости вакобота его нужно будет правильно загрузить. Там выходит такая абракадабра изначально. Вам пишут, что он не нашел какие-то якобы прокси, не нашел чего-то еще. Что-то с вас постоянно требует, ему что-то нужно. То есть выпадает формочка, не удалось отправить запрос, возможные причины, и внизу кнопка повтор и отмена. Нам нужно нажать на отмену. Потом будет крестик красный, не смогли установить связь с сервером. Нам нужно нажать окей. Нам не важно, что он там смог, не смог. Мы это загружаем все. Вот у меня показывает, что видно. Смотрите, потом включаем страничку нашу. Я работаю с Макстона. Загружаю Макстон. Сейчас, на данный момент, я же зашла со странички. Они у меня автоматически уже заходят. Почему автоматически? Потому что уже логины все забиты. Страничка к симке привязанная, которая заканчивается на номер 4355. Сейчас мы найдем пароль и логин. Пароль и логин я храню на диске, на Google диске. От этой странички работаю я в изолированном окне в Макстоне. Продолжение следует... Я значок затеркиваю не знаю, что я ее зачеркнула. Все, я отработала ее и сегодня к ней не возвращаюсь. И пароль. И разослать сообщение. Нажимаю кнопку «Далее». И мы сохранили эту папку под ее последними цифрами ID 382. С компьютера, значит, достаю файл. Все, вот смотрите, 50 человек в друзья. У меня началось приглашение в друзья. Вот сейчас, кстати, посмотрим заявки в друзья. Исходящие заявки. 3240 человек. Вот сейчас, видите, один отправлен, сейчас второй отправится. Обновим и посмотрите, что робот начал приглашать людей. Все, вот он. Кого пригласил? Нет. Продолжение следует... Продолжение следует...